Спонсор данного выпуска магазин Art Quartal Отличный магазин для начинающих и продолжающих художников Широкий ассортимент, постоянные акции, доставка по всей стране И, конечно же, супер качественные товары Привет-привет, мои хорошие! Сегодня у нас интереснейшее видео Мы разбираем основной набор новичка, который собрался рисовать картины акварелью Если вам интересна данная тема, то оставайтесь со мной Итак, на столе у меня разложены основные материалы, которые я сегодня вам покажу и расскажу Большое спасибо за них, скажем, магазину Art Quartal, который является спонсором данного выпуска Данный магазин удобен тем, что там собраны всевозможные материалы разной ценовой категории То есть на любой вкус, на любой кошелек вы можете там найти нужные вам товары Очень удобно в режиме онлайн, не выходя из квартиры, как это сделала я И данный магазин делает для нас с вами огромный-огромный подарок Это скидка 10% по промокоду DERIART Подробно об этом еще раз напишу в описании под данным видео Поэтому, если вы хотите приобрести товары творческие с такой скидкой, как 10% То смело заходите в описании под это видео Берите промокод, проходите на сайт Art Quartal И делайте покупки с удовольствием Первое, с чего мы начнем с вами наш разговор, это, конечно же, сама акварельная краска Я для новичков советую брать профессиональную художественную акварельную краску Для того, чтобы сразу чувствовать правильные оттенки цвета Потому что мы знаем, что когда мы берем именно художественную краску Здесь у нас пигмент не синтетический, а натуральный И при смешивании краски не дают серости и грязи, а дают красивые третичные оттенки Если мы будем говорить про детскую акварель, медовую акварель То даже при смешении двух оттенков там могут получаться грязные цвета Что, конечно же, очень неудобно в работе Поэтому, если есть возможность, то возьмите какую-то профессиональную акварель У меня, для примера, выбрана Невская палитра Это одна из моих любимых акварелек И я ей уже работаю давно Здесь у нас основной набор, который состоит из 12 цветов И это именно те цвета, которые прям необходимы для создания любой картины Впоследствии, конечно же, можно цвета докупать, потому что это кюветы И нужную вам палитру создавать Но изначально берем базу из 12 цветов и с ней работаем Конечно, можно взять и ученическую акварель И вообще подробно про акварель, что это за краска, из чего состоит И основные, в принципе, работы с ней Вы можете посмотреть у меня в отдельном ролике про акварель На моем канале такой ролик есть Поэтому ссылочку на него я оставлю в описании под данным видео На сайте арт-квартала выбрала вот такой вот небольшой, именно основной набор акварели Который понравится именно новичкам То есть тут все основные цвета, которые пригодятся в работе У меня рабочая акварелька побольше То есть вы видите, что кейс больше и цветов там побольше Данная бумажка, которая идет в наборе Она специально для выкрасок То есть вы, чтобы в работе не путаться с цветами Делайте выкраску каждого оттенка И подписывайте, чтобы не забыть, где какой оттенок находится В процессе работы, как вы видите, акварелька темная По цвету сливается, потому что здесь концентрированный цвет И чтобы не путаться, такая выкраска очень-очень помогает Далее мы разговор поведем о бумаге акварельной И вообще, конечно же, от акварельной бумаги зависит в большинстве своем качество вашей работы Чем лучше акварельная бумага, тем проще на ней работать акварелью Здесь у меня представлена фирма Кэнсон Вообще, я считаю, что фирма Кэнсон И вообще бумага Кэнсон это лучшая бумага на мой вкус И работать с ней приятно Здесь у меня планшет средней зернистости Плотность 300 грамм То есть это идеальная плотность для акварельной бумаги Конечно же, такая бумажка дорогостоящая Но бумага стоит того, потому что именно на ней вы прочувствуете все эффекты акварели То есть если вы боитесь работать по-сырому Если вы вообще первый раз работаете с акварелькой Конечно же, качественная бумага вам поможет Формат бумаги можно взять и от 3, и от 4 То есть выбирайте именно по тот формат, которым вы работаете А от 3, конечно же, удобно натягивать на планшет Видео о том, как натянуть бумагу на планшет Если вам интересно, то поставьте лайки Напишите об этом в комментариях Отдельный ролик про то, как натянуть бумагу на планшет Я вам сниму Конечно же, чем плотнее бумага, тем меньше ее коробит Поэтому для новичков я советую брать именно 300 грамм Для того, чтобы ничто вас не смущало, не отвлекало от творчества То есть такая бумажка, она на самом деле идеальна для новичка То есть она позволит вам минусы акварели не заметить А сделать акцент только-только на плюсы Конечно же, есть альтернатива Я еще работаю на бумаге палаццо То есть здесь у меня несколько планшетов У бумаги, конечно же, разная текстура Вы обратите внимание, что есть крупнозернистая, мелкозернистая Есть всевозможные тиснения, скорлупа, холст То есть каждая бумага дает свой эффект И изначально начните работать на среднезернистой бумажке Как я вам показала в Кэнсен Возьмите максимально плотные листы, которые найдете То есть 300 грамм Здесь у меня бумага палаццо, она вся по 260 грамм Она не такая плотная То есть если, например, у вас нет возможности взять Кэнсен То берите палаццо, обратите внимание на палаццо с хлопком Потому что тоже отличная бумажка Планшеты имеют среднюю зернистость И очень-очень удобно на ней работать Если, например, вы хотите брать тиснение под холст Тиснение под скорлупу То для новичков советую такую бумагу не брать Потому что на ней очень сложно работать Так как она практически не впитывает воду И здесь нужно очень, так сказать, сильно следить за количеством воды Что будет, так сказать, новичков напрягать Также есть обычные планшеты без хлопка На них тоже очень удобно работать Но тоже могу сказать, что для новичков не очень удобная бумага То есть идеально, конечно же, взять бумагу покачественнее Но если нет возможности, то обратите внимание на палаццо с хлопком И в магазине Art Quartal, конечно же, множество акварельной бумаги Заходите, выбирайте и работайте на ней большим удовольствием То есть обязательно для акварели берем акварельную бумажку Никакую другую На госзнаковской, на бумаге для плинтера, на альбомных листах Работать акварелью очень-очень сложно То есть бумагу коробит, она покрывается катышками Поэтому не создавайте себе проблем Лишний раз потратите свое время И выберите себе хорошую акварельную бумагу Чтобы все ваши работы с первой получались удачно Далее мы поговорим про кисточки Для акварели, конечно же, идеальные кисти Это беличьи кисточки Так как они отлично держат воду И у них уникальное свойство Что ими можно делать как и более большой мазок Так и тоненькую линию проводить даже большой кистью Основной набор новичка Это две кисточки номер 8 и номер 3 Обязательно же белочка, круглая Здесь представлены кисточки Невская палитра Отличного качества кисточки То есть всегда, когда вы берете кисть Для акварели, смотрите, чтобы у кисточки был тоненький кончик Обязательно намочите кисть, посмотрите, чтобы тонкий кончик сохранился И тогда это идеально Кисточка для акварели Такой набор универсален То есть им можно написать много работ Как и более маленьких, так и более крупных Белка это идеально Кисточка для акварели Конечно, если вы хотите рисовать гиперреалистичную ботанику То в наборе пригодятся и синтетические кисти Но если вы новичок, то советую пока не углубляться в гиперреализм А научиться импрессионистической манере создания работы Именно с помощью эффекта воды То есть не нужно бояться воды И для этого нужны беличьи кисти Конечно же, в следующем видеоуроке, который выйдет в пятницу Я покажу, как именно работать данным набором И вообще все, что я вам сегодня показала Буду использовать в следующем видеоуроке Чтобы вы на примере могли посмотреть, что же выйдет у меня именно с помощью данного набора Какая работа в итоге у нас получится Поэтому в следующую пятницу обязательно заходите на мой канал И не забываем, что на моем канале есть видео отдельно про кисти Какие кисти для чего предназначены Обязательно его посмотрите Если вы его еще не видели Ссылочка будет в описании под данным видео И осталось нам поговорить про точный карандашный рисунок Так как акварель у нас прозрачная краска Она требует точного карандашного рисунка Который необходим для того, чтобы начинать работу акварелью Прежде чем начинаем писать цветом Мы отрисовываем детали, которые будем прорисовывать именно акварелью Это не касается техники по-сырому Это касается техники лессировки Поэтому в наборе новичка должен быть простой карандаш и клячка Клячка идеальна именно для работы акварелью Так как клячкой вы можете уже по акварельному слою Сухому, конечно же, собрать карандаш Не повредив красочный слой Поэтому клячка это универсальное средство Вообще идеальная для меня резинка То есть ластиком я не пользуюсь Пользуюсь только клячкой во всех видеоуроках Вы это уже, наверное, заметили Карандаш берем в средней мягкости Подойдет HB, либо H, либо B Все зависит от того, как сильно вы давите на карандаш Обязательно карандашный рисунок для акварели Должен быть еле заметный В каждом видеоуроке по акварели я это повторяю Что для видео я делаю более четкий карандашный рисунок Чтобы вам было хорошо видно А вы делаете его еле заметным Чтобы было его легко убрать И его было практически не видно под акварельным слоем красочным Поэтому делаем очень легкий карандашный рисунок Кто сильно нажимает на карандаш Во-первых, нужно от этого отучиться Во-вторых, тогда вы берете себе карандаш потверже А кто может не сильно нажимать и делать легкий рисунок Тот может справиться и B, и 2B карандашом Ну и последнее, про что мы не поговорили Это про палитру Отвела это на самый конец-конец видео Потому что палитра Это отдельная тема И каждая мешает акварель по-своему То есть я всегда советую вам делать выкраски То есть делать палитрой именно тот лист Такую же бумагу, на которой вы рисуете Потому что на каждой бумаге акварель раскрывается по-своему То есть разная бумага, разный оттенок акварели И также если вы видите, что на пластиковой палитре акварель смотрится намного темнее, чем на листе Поэтому я всегда делаю следующим образом Мешаю на пластиковой палитре А потом делаю выкраски на такой же бумаге На которой создаю акварельную работу И вам советую Поэтому для работы можно взять себе Либо акварель уже с откидной пластиковой палитрой Либо отдельно пластиковую палитру И на ней замешивать И обязательно делать выкраски именно на той же бумаге На которой вы создаете вашу работу Чтобы точно видеть оттенок акварели Который у вас получает Также можно смешивать на белой обычной тарелочке, можно смешивать на доске для лепки белой, то есть любая поверхность, которая не спитывает воду, которая белая, вам подойдет для акварельки, и именно станет для вас идеальной палитрой для акварельной живописи. И на этом будем ролик заканчивать. Показала вам основные материалы для работы акварелью. Это, конечно же, сама акварель, кисти, бумага, карандаш, клячка и палитра. Думаю, таким набором вы создадите много красивых акварельных работ и обязательно поделитесь ими со мной. Но если вы не знаете, как рисовать акварелью, то смело открывайте плейлист с видеоуроками по акварели на моем канале. Ссылочку на этот плейлист я оставлю в описании к данному видео. Обязательно рисуйте, пробуйте, делитесь со мной вашими работами в Инстаграме и в группе ВКонтакте, где обязательно я их все просматриваю и радуюсь вместе с вами вашим успехам. Также не забывайте заглядывать в магазин Art Quartal и пользоваться бонусом скидкой 10% по промокоду DERIART и покупать качественный товар еще и с такой вот большой скидкой. Думаю, многим-многим будет полезно. Итак, будем на этом видео все-таки заканчивать. Всем большое спасибо за внимание. Помните, что рисовать может каждый. С вами была DERIART. Пока-пока!